Медицинское освидетельствование С какими проблемами во время пандемии граждане чаще всего обращались за помощью в Роспотребнадзор для защиты прав и какие нововведения появились в законодательстве и соблюдают ли их предприниматели 80% обращений было связано с отказом потребителя в одностороннем порядке от предоставления услуг, заказанных им не ранее В финансово-экономическом колледже Симферополя выпускной дорогу в жизнь открыли будущим юристам и правоохранителям. Дипломы получили более 100 человек Они могут быть как и гражданскими юристами, работать на всех предприятиях, во всех сферах Кадровый потенциал – залог процветания страны. Сергей Аксенов наградил государственных и муниципальных служащих за лучшие проекты развития региона У каждого есть жизненный шанс, надо просто иметь желание, иметь горячие глаза и, уверяю вас, будьте услышаны Такому сюжету позавидуют самые знаменитые сценаристы Голливуда В Симферополе сотрудники ГИБДД задержали двух мужчин, которые сбили полицейского и прокатили его на капоте своей иномарки Гости столицы попытались скрыться от сотрудников кафе в центре города, где не расплатились по счету За свои посиделки в заведении жители Ростова-на-Дону и города Майкоп остались должны 20 тысяч рублей Случайным свидетелем побега стал сотрудник Симферопольской полиции, который подошел к машине, представился водителю и попытался его остановить, перегородив с собой дорогу Такое препятствие приезжих не смутило, а водитель тронулся с места и прокатил сотрудника на капоте несколько метров, после чего скрылся Остаться незамеченными у виновников скандала не получилось, через считанные минуты в нескольких кварталах машина была задержана сотрудниками ГИБДД Медицинское свидетельство незадержанных подтвердило, что они находились в состоянии алкогольного опьянения В отношении водителя составлен административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде По факту противоправных действий в отношении сотрудника полиции Министерством внутренних дел по Республике Крым назначена служебная проверка Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения в соответствии с законодательством Сотрудники Следственного комитета Республики совместно с Федеральной службой безопасности задержали основателя Ялтинской ячейки свидетелей Иеговы, запрещенной на территории России По информации ведомства, руководитель незаконной религиозной организации подозревается в финансировании экстремистской деятельности Деньги для этого он собирал с граждан В отношении задержанного возбуждено уголовное дело Следователями Главного следственного управления, оперативными сотрудниками УФСБ и МВД проведены 13 обысков по местам проживания сторонников организации В результате которых изъята незаконная литература, компьютерная техника, электронные носители, иные материалы, представляющие интерес для следствия В настоящее время один из организаторов Ялтинской ячейки, запрещенной религиозной организации, задержан С ним и иными лицами проводятся все необходимые следственные действия Отметим решением Верховного суда Российской Федерации В 2017 году религиозная организация, управленческий центр свидетелей Иеговы в России И входящие в ее структуру подразделения, в том числе в Ялте, были запрещены и ликвидированы Прошлый год в условиях пандемии значительно повлиял на процесс проведения Роспотребнадзором контрольных мероприятий Количество внеплановых проверок в Крыму уменьшилось в 9 раз, а число обращений от граждан наоборот прибавилось В 2020 году надзорный орган провел более 2500 консультаций и рассмотрел более 4000 письменных обращений Большинство вопросов по защите прав потребителей касалось сферы торговли, а также оказания гостиничных и туристических услуг Такой значительный рост обращений был связан с курортным сезоном, который проводился с рядом ограничений Некоторые отдыхающие решили отложить свой отпуск и отказаться от уже забронированных мест в гостиницах и отелях В связи с этим требовали возврат средств 80% обращений было связано с отказом потребителя в одностороннем порядке от предоставления услуг, заказанных им не ранее Масса вопросов гостиничные услуги, вы можете видеть, на 61% приходились именно гостиничные и туристические услуги, именно устные консультации То есть людей массово волновало, каким образом они могут, не могут приехать Они могут получить такую услугу, не могут, могут отказаться, почему им деньги не возвращают, какие сроки, ну и так далее и тому подобное Некоторые изменения правил по защите прав потребителей произошли на законодательном уровне С 1 января все гостиницы и отели в Крыму должны пройти классификацию и получить свидетельство о том, сколько звезд им присвоено Отныне выдача кассового чека может направляться в электронном виде по желанию покупателя, если он оставит адрес электронной почты Кроме того, уже законодательно закреплено, что покупатель, зайдя в магазин, имеет право собирать любую информацию о товаре, в том числе и фотографировать Также на законном основании потребитель имеет право проверить весовой товар на контрольных весах или соответствие объема топлива на мерниках Есть мерники на АЗС, которые должны быть поверены И путем наливания бензина либо иного топлива в этот мерник потребитель может перепроверить, каким образом действительно правильно, неправильно отпускается продажа такого товара Кроме этого, потребитель может потребовать на дизельное топливо, на иное топливо, на бензин документы, подтверждающие качество товара Так называемый паспорт, в котором должно быть указано наименование производителя этого товара, наименование нефтебазы, где произошел отпуск этого товара, дату, когда произошел отпуск Нововведения коснулись и маркировки товаров С 2018 года правительство России утвердило перечень отдельных товаров, которые подлежат обязательной цифровой маркировке средствами идентификации А именно табачная продукция, обувные товары, духи, туалетная вода, фотокамеры, фото вспышки, лампы вспышки, шины, покрышки и товары легкой промышленности С тех пор были определены сроки введения цифровой маркировки Однако, как показали проверки в Крыму, почти 80% субъектов хозяйственной деятельности не соблюдают указанные нормативы Цифровая маркировка введена в том числе и для защиты как прав потребителей, так же и предпринимателей Потому что предприниматель, когда закупает какой-то определенный товар у поставщиков, он с помощью этой цифровой маркировки может проследить, действительно ли этот товар легально ввезен на территорию Российской Федерации Либо произведен на территорию Российской Федерации Имеются ли все соответствующие сопроводительные документы на этот товар и не продает ли он какую-то подделку При выявлении нарушений вся немаркированная продукция будет конфискована, а нарушителей привлекут к административной ответственности Производителям грозит штраф, должностным лицам от 5 до 10 тысяч рублей, юридическим от 50 до 100 тысяч Эльвина Зарипова, Служба новостей, ИТВ На территории республики за сутки в лабораториях обследования на коронавирус прошли более 2,5 тысяч граждан По последним данным Минздрава зафиксировано 62 случая заболеваний ковидом 4 из них с бессимптомным течением болезни, 37 были выявлены при обращении за медицинской помощью и 25 контактных Сутки не прошли без летальных исходов, с подтвержденным диагнозом скончались 6 пациентов За весь период умерло 990 человек Общая статистика заболеваний ковид-19 зафиксировала почти 36,5 тысяч случаев Из медучреждений выписано более 33 тысяч пациентов, поборовших инфекцию Несмотря на то, что уровень заболеваемости снижается, по-прежнему на территории республики продолжают действовать противоэпидемические мероприятия Сергей Аксенов наградил государственных и муниципальных служащих за лучшие проекты развития Крыма Их презентация стартовала в рамках программы «Подготовка управленческих команд республики» Программа, по мнению главы региона, поможет решить проблемы дефицита квалифицированных кадров И повысит эффективность выполнения государственных программ Лучшие проекты в Совете министров пообещали воплотить в жизнь Участники программы 820 человек, которые представили 54 итоговых проекта Среди них актуальны для Крыма цифровая трансформация региона, развитие туризма и новые туристические кластеры А также формирование городского пространства, паркинги и уличная дорожная сеть Очень приятно, что были подняты темы одной из команд управленческих по энергосбережению и водоснабжению Даже рассчитали эффект экономический, если внедрять эти технологии И много у нас было предложений по нравственному развитию региона Таком, например, как культурно-исторические кластеры И тоже одна из муниципальных команд сделала предложения по центрам адаптации для отдельных категорий граждан Отметим, проект, который помогает в подготовке профессиональных кадров Стартовал на базе финансового университета при правительстве России Инициатором выступило Министерство экономического развития Крыма В декабре прошлого года чиновники прошли обучение в университете, где участвовали в тренингах и деловых играх А также разрабатывали проекты развития республики Мария Моссур, Служба новостей и ТВ Симферополь продолжают облагораживать Уже известно, что благоустройство коснется территории городской больницы номер 7 По распоряжению Сергея Аксенова работы должны провести до конца 2022 года С подрядчиком тоже уже определились и заключили контракт На капитальные ремонты благоустройства территории медицинского учреждения выделили чуть больше 43 миллионов рублей У студентов финансово-экономического колледжа настоящий праздник – выпускной Сегодня стены учебного заведения покинули будущие юристы и правоохранители Выпускники шли к своей цели три с половиной года и теперь в руках долгожданные дипломы Пожелать ребятам доброго пути собрались педагоги, друзья и родители В этом году выпуск большой Свой документ о среднем профессиональном образовании получили 110 человек Будущие правоохранители уже сейчас могут строить карьеру и работать в разных сферах Они могут быть как и гражданскими юристами, работать на всех предприятиях, во всех сферах в качестве обеспечения юридической деятельности организации Так могут и работать и в структурах Министерства внутренних дел и других различных структур Допустим, линейного управления транспортной полицией, федеральной службы судебных приставов и так далее Для колледжа это уже третий выпуск правоохранителей Опыт показывает, что все студенты благополучно находят себя в профессии Выпускники поступают в университеты, получают высшее образование и устраиваются по специальности Многие ребята выбирают следующим местом обучения Краснодарский университет МВД И позже работают на территории всей России В торжественной обстановке выпускников пришли поздравить представители МВД Крыма С данным колледжем у нас идет тесное взаимодействие Выпускники и старшекурсники данного колледжа проходят практику у нас С каждым годом количество студентов увеличивается Например, если говорить о прошлом году В прошлом году проходили производственную практику у нас студенты в количестве около 70 человек В этом году уже более, около 200 даже То есть с каждым годом ведется тенденция к увеличению Это очень радует, проводя занятия со студентами Мы видим стремление, хорошие знания И на практике они это все подтверждают И идут потом к нам работать Виновники торжества покидают родные стены колледжа с чувством гордости и желания идти дальше Многие уже определились со своим будущим и собираются получать высшее образование Вероника Арбатова всегда мечтала быть следователем И колледж стал первой и важной ступенькой на ее пути Настроение отличное, я шла действительно к этому очень долго, упорно Я училась на одни пятерки У меня, наверное, одна четверка только во всем дипломе Я очень рада, что закончила именно этот колледж Потому что здесь действительно все как семья Главное начало поступать на вышку То есть это в Краснодарский филиал Я всегда хотела именно быть юристом Хотела быть что-то в органах внутренних дел То есть поэтому, когда я нашла специальный следователь Я решила, что я буду поступать туда Во время церемонии выпускники выразили благодарность своим педагогам и подарили цветы В свою очередь, нынешние студенты колледжа подготовили в подарок творческие выступления Татьяна Опалева, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ